Добрый день, уважаемые подписчики! Снова с вами Николай Сомсиков, агентство Недвижний Ститул. Сейчас я вам покажу дом, где ниже в описании я укажу его стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарском крае, Белореченский район, Станислав, Шевская. Поехали! Друзья, хочу вам показать вот такой дом. У него очень много плодовых деревьев. Досмотрите это видео до конца, потому что здесь реально красота. Так, ну давайте с улицы начнем. Сейчас покажу вам саму улицу. Вот у нас вот такая улица идет. В том направлении и направо идет садик школы, буквально, вернее, в том направлении идет садик, вы от силы ребенка будете 10 минут вести. А в том направлении у нас идет школа, буквально вот метров 100 и налево, и максимум ребенок 15 минут идти будет до самой школы. Магазины, пятерочки, магниты, аптека, медпункт, все это рядом присутствует. Именно вот и в Станице Пшевской. Ну скажу так, вот все в шаговой доступности, все главное будет от силы 15-20 минут. Ну и магазин тут 5 минут от силы. Ну вот смотрите, у нас здесь очень много красоты, друзья, очень много. Здесь вот, например, посажены розы. Буду параллельно и красоту, и сам дом показывать. Сам дом старенький, он здесь полностью сделан ремонт, кровля, видите, полностью новая. И получается вот от этой части до желтого столбика, это идет старый дом, он идет, получается, деревянный. Ну а от той части до края, это идет дом новая, ну и пристройка именно с блоком. Давайте вокруг дома обойдем, а потом я буду заострять внимание по именно плодовым деревьям, кустарникам и так далее. Ну вот смотрите, вот у нас вид идет с этой стороны, полностью подлит фундамент. Вот именно старая часть, вот специально показываю вам. Сам идет, видите, садинг с утеплителем, как собственник сказал. Газовая труба, друзья, вот видите, эта подземка, все официально работает, стоит. Специально сейчас покажу вам электросчетчик, вот он. И давайте сейчас покажу вам сам газовый счетчик, он тоже здесь присутствует. Вот, пожалуйста, все это есть. Вот у нас идет септик, это труба сотая, которая подходит самому септику. Септик у нас располагается тут. Специально показываю зону. И, друзья, вот у кого будут какие-то вопросы, почему труба не в земле и так далее. Друзья, у нас на юге всегда практически тепло. Вот сегодня 12 марта на улице 14, когда с автомобиля выходил. И вот смотрите, видите, вот у нас выглядит дом. С этой стороны, ну реально, дом очень неплохой. Здесь есть баня, кстати. Сейчас все покажу, все. Давайте вот, смотрите, начнем с участка. Вот видите, вот это все. Вот видите, это все. Это все участок относится к дому. Сразу говорю, что участок идет в собственности. Количество земли я укажу ниже в описании. Что касается плодовых деревьев. Друзья, я их насчитал, тут 35 деревьев. Груша, вишня, абрикос, виноград, яблоня, слива, алыча. Ну, тут все есть, друзья, абсолютно все. Вот, пожалуйста, вот в этой части у нас идет виноградник. Здесь у них качеля стоит. Ну, она пока снята. Дальше посажена клубника. Видите, молодые деревья тоже посажены. У нас центральный вход дом с этой стороны. Но мы чуть попозже подойдем. Давайте начну. Вот видите, зона красивая. Кстати, очень много бетонных дорожек. Аккуратненько все сделано. Представьте, друзья, сейчас 12 марта. Уже приятно все смотрится. Представляете, когда будет весной. Ну, и давайте вот по порядку. Баня, друзья. Баня. Самая главная баня для многих-многих моих подписчиков. Пусть она небольшая, но она есть. Настоящая банька. Печка. Это, получается, типа раздевалочки. И вот у нас идет парилочка. Пожалуйста. Я думаю, камера вам это все показывает. Идем дальше. У нас душевая. Это как летний душ. Не то, что как. Это и есть летний душ. Это тепличка у нас. Кстати, вот центральный водопровод, друзья. Он и здесь, и в той части есть, и также в самом доме. Это сама тепличка. Собственник здесь выращивает зелень. Видите? Для души. Все тут, что надо, в присутствии. Ну, я так покажу вам сам верх. Тепличка небольшая, но капитальная. Идем дальше. Ну, здесь туи у нас. Уличный туалет. В этой части у нас стоит коза. Коза, поздоровайся. Видите, коза идет. Ну, и где у нас коза живет? Видите? Вот она поздоровалась с вами, я думаю. Видно, он даже сбежал, моя камера. Так, возвращаем камеру. Так, стоп. Все, камера вернулась. Идем дальше. И у нас тут идут хозяйственные построечки. Кстати, видите, у нас деревья тоже. Малина и смородина. И вот видите, деревья только в этой части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, в этой части как минимум 10 деревьев. Небольшой синик. Немаловажно, если есть коза. А она тут есть, друзья. Тут собственник держал когда-то кроликов. Я думаю, тоже немаловажно. Мои подписчики, кто будет держать кроликов. Небольшая мастерская. Вон песик здоровается с вами. Вон, видите, я думаю, в подарок останется. А может, нет. Ну и вот такой у нас идет навесик небольшой. Для частного дома это тоже немаловажно. Ну, я так вижу, здесь баночки. Какой-то инструмент, что-то не нужно. Ну и вот тоже вон веники висят, сушат. Тоже хорошо. Идем дальше. Вот видите, вид с этой стороны самого дома. Ну, реально приятно. Идут, ну, там дровяник. Давайте сейчас покажу. Это для бани. Да, вот он дровяник. Вот с этой стороны. Ну и в этой части получается небольшой гараж, друзья. Ворота с этой стороны. Что тоже немаловажно. Видите, везде дорожки, друзья. Везде дорожки, спокойно. Видите, зелень, уже цветочки. Все очень красиво. Это все приятно. Ну и пойдемте, друзья. Сейчас покажу вам дом именно внутри. Идем в дом. Ведь вот малина с этой стороны тоже. Ну, реально красиво, друзья. Очень красиво и приятно. Самое главное чисто. Мне это нравится. Ну, пойдемте. Сейчас зайдем внутрь дома. Вход именно центральный. С этой стороны, друзья. Вот эту часть мы называем веранда. На полу идет плитка. Здесь, друзья, теплых полов нет. Пластиковые окна. Комната очень большая. Ну, скажу, вот в этой части поставить вот так перегородочку. Вывести радиатор. Реально комната квадратов 10 будет, как минимум. Ну и переходим с вами. Это кухонька летний вариант. Потому что кухня основная в доме. Вот у нас вид на огород. И мы переходим в саму котельную. Вот, друзья, показываю вам саму котельную. Котел сам стоит. Видите? Он присутствует. Он работает. Все это есть. Идем дальше. Ну и переходим с вами в дом. Видите? Вот это у нас идет шкаф-купе. Он очень большой. Давайте посмотрим. Видите, да? И смотрите, какая огромная прихожая. На полу ее плитка. И вот такой потолок у нас из гипсокартона. Ну, прихожая очень большая. Туалет, ванна раздельная. Видите? Туалет отдельно стоит. Все, что необходимо с удобствами связано. Все это есть. И идет у нас душевая. Будем говорить ванна, душевая. Смотрите сами. Помещается стиральная машинка. Душевая. Стоит раковина. Ну и вот такой пенал. Потолок вот так выглядит, друзья. Стены в плитке. И на полу тоже сама плитка. Ну и пойдемте в санкл. Попадаем с вами в саму кухню основную. Видите, кухня довольно просторная. На полу плитка. Так выглядит потолок. Кухонная гарнитура угловой. Водичка. Все это работает. В этой части, друзья, у нас идет обеденная зона. Видите? И пойдемте дальше. Да, комнатки некоторые проходные. Ну, друзья, это старенький домик. Понимаете, учитывая, что очень большой земельный участок, недалеко от города Белореченска, в принципе, приемлемо. Ну, смотрите, вот, ну, я не знаю, как эту комнату назвать, но давайте мы ее назовем проходная, как вы любите это говорить. На проходной комнате у нас лежит на полу ламинат. Вот так выглядит потолок. Давайте покажу вам толщину стен. Ну, стены, блин, ну, довольно толстые, потому что там еще, ну, сантиметров 45, это как минимум. Идет вот такая спальня. Я думаю, вам это видно. Помещается здесь. Тут хоть полуторка кровать. Ну, в реальности тут можно разместить большую двуспальную кровать. Радиаторы тут есть. Вот такой у нас вид с окна. Идем дальше. Кстати, здесь ступенечка, я сразу говорю, не знаю почему, но у нас тут есть. Скорее всего, вот здесь идет стяжка, а тут, скорее всего, деревянные полы. Ну, скорее всего. Ну, тут ламинат я вижу, по крайней мере. И здесь тоже самая ступенька. Ну, для меня лично не критично. Ну, вот видите, это идет и по гостиной. Ну, квадратов 25, как минимум, друзья. Да, есть моменты по ламинату. Вот видно, что неправильно положили. Ну, я думаю, это можно перестелить, все это сделать. Ну, помещается здесь большой диван. В этой части у нас идет, типа, ну, как не то, что типа телевизор смотрят. Вот, давайте сейчас покажу вам вид на улицу. Ну, и такой у нас потолок. Ну, потолок, друзья, вот я вижу, что местами, вот, допустим, здесь такая высота. Кстати, здесь натяжной потолок, а здесь чуть выше. Ну, я даже понять не могу почему, но что есть, то есть. Ну, это маленькая комната. Ну, тут я вижу, скорее всего, к ним в ноги приезжают, видите. Бум, говорит, игровая комната. Тут уже, конечно, вам решать. Ну, она чуть-чуть не доделана, видно, потолок надо доделать. Ну, вот видно, комнату чуть-чуть они не доделали. Вот так, друзья, это все выглядит. Друзья, ну, напоминаю, что дом находится в Краснодарский край, Станица Пшеска, в шаговой доступности абсолютно все рядом, магазины, пятерочки, медпункт рядом, аптека рядом, школа, садик, все это есть. Кстати, друзья, здесь очень большая школа и садик. И, ну, вот, церковь, кстати, строят очень хорошую. И до города Белореченской на автомобиле от силы там 5-7 минут, ну, пусть даже 10, и то даже много сказал, я спокойно доезжаю. Если данный дом вас заинтересовал, вы хотите его посмотреть, вы можете лично мне позвонить, либо написать на WhatsApp, мой номер телефона указан ниже, друзья. Вот, также задавайте свои вопросы в комментариях, я буду стараться на них отвечать. Ждите очередной обзор недвижимости, не забываю на меня подписываться, ставить лайки. Ваш Николай Сомсиков, агентство Небжисти. До свидания.